короче ребята вот так вот русские зарабатывают бабки в азии продают картинки что они что она рисует открытки закладки и ты тоже этим занимаешься но ты только начинаешь крыша короче вот ребята пришла местная крыша выгоняет короче нашу девушку отсюда нужно платить бабки походу леся ты сделала вид что не поняла короче тебе пофиг да а он звонит кому-то молодец сколько дали зеленые то что по моему 10 по моему 2 по 10 короче ребята вон тот который звонил он походу продает эти шмотки сейчас что-нибудь тоже купят что часто такое случается что гоняют очень довольно часто но это зависит от страны и от места на самом деле в Корее я первый раз пробую а так где ты пробовала до этого гонконг гонконг а где более прибыльно то есть таким заниматься если говорить о деньгах но гонконг конечно и там но людей покупают довольно мало то есть просто из-за сум которые люди тратят получается очень выгодно но отзывчивость людей на искусство очень маленькая там нужно шоу но тем не менее редко но метко то есть денег дают много да ну количества да то есть смотри в Малайзии например во Вьетнаме в Бракуто берет количеством то есть людьми очень много людей берут военний прайс и открытки и поэтому не уезжается больше в Гонконг я как бы просто это было довольно струсово на самом деле потому что люди на самом деле повторяю себе я нарежу получается меньше реагируют на творчество ага там у нас вот есть танцоры статуи живые либо музыка художники не проникают большого внимания ну это средний заработок можешь какую-то цифру сказать ну у меня средний за пару часов ну за три часа выходит в каталарх ага короче на этом можно жить путешествовать ладно слушай а вообще много путешественников таким занимается делом ой сейчас очень много много моей радости пока что художников не очень много художников не собирают а чем в основном торгуют музыкой некоторые еще очень много кто фотки продает короче вот Артем он тоже путешествует и часто зарабатывает продавая свои работы да фотографии можешь полистать вот показать примеры ага то есть это из разных стран да Малайзия там Россия ну я путешествовал был в 12 странах и фотографии которые я сделал я в общем не продаю это просто самое лучшее на мой взгляд фотографии ага в общем где-то их берут лучше где-то берут хуже ааааа сейчас в принципе тем не наоборот скажешь сссссс вообще мне кажется в Малайзии нормально брали да в Кореи берут вроде хуже а где денег больше дают ааааа денег дают наверное больше в Корее ааа ну вот если не секрет сколько примерно ты зарабатывал вот в корее и вообще среднем по странам за полтора часа в малайзии можно было заработать около полтора тысяч здесь за и будь три часа можно заработать по часам получаться примерно то же самое то есть если сидеть дольше то в корее мне кажется все равно лучше получать а менты гоняют в полицию все время сколько я был здесь вообще в корее и в малайзии ни разу не цеплялась подходили спрашивали но не выгоняли ни разу а очень много таких встречал вот кто таким занимается в основном все русскоязычные в основном русскоязычные то есть россия украины беларусь тут рядом с ними ладно спасибо еще чего не хочешь сказать